Здрасте. Скажите, а какой у вас кофе есть? Ого, списочек. А есть у вас сырный чай? Как нет? Я вот вижу у вас тройной эспрессо, флэт уайт какой-то есть, флэт блэк. А сырного чая нет? Окей. А веганский сырный чай? Его нет? Нет, мне ничего не надо. Я вот свою кофейню открою рядом с вами. У меня там будет только сырный чай. Вот посмотрим, посмотрим, кому будут приходить. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить новый азиатский тренд. И это у нас сырный чай. Только не пугайтесь, это просто любой чай, а сверху добавляют сливочно-сырную пенку, которую мы как раз с вами сегодня и будем готовить. Делать его совсем несложно, так что даже утром вы сможете побаловать себя таким необычным напитком. А делать мы сегодня будем простую версию и веганскую. Поэтому использовать будем лимон, неактивные дрожжи, сливочный сыр, сахарную пудру, кешью предварительно замоченный и жирные сливки. А поможет нам все это приготовить без лишних усилий наш USB-блендер и венчик, который идет с ним в комплекте. Ну что, ребят, давайте начнем. Для начала завариваем любой ваш любимый чай. Это может быть черный, зеленый, фруктовый или даже мачо. На рецепт это никак не повлияет. Сыр, конечно, нужно брать без добавок. Также он должен быть не слишком соленым. Сливочный сыр перемешиваем с сахарной пудрой и сливками. Обычно еще добавляют немного соли, но сыр и так немного солоноватый. Кстати, мода на этот чай у нас появилась совершенно недавно, поэтому он еще не настолько популярен в России, как вот, например, в странах Европы, Америки или Азии. Если вы уже слышали про этот чай или даже где-то его пробовали, расскажите нам об этом в комментариях. Нам очень интересно. Взбиваем с помощью венчика от USB нашу массу. Теперь приготовим веганский вариант сливочного сыра. Его также легко приготовить. Самое главное – это замочить кешью минимум на 8 часов или на ночь, слить воду и промыть. Далее сложить все ингредиенты в чашу для блендера и измельчить до очень гладкой консистенции. А все ингредиенты – это кешью, неактивные дрожжи и немного сока лимона. Все, ваш сливочный сыр готов. Его мы также смешиваем с сахарной пудрой и кокосовыми сливками. Консистенция должна получиться устойчивая. Мы должны взбить сливки до устойчивых пиков. Вот примерно так. Далее накладываем сливочно-сырную шапочку прямо на наш чай. Делайте это осторожно, чтобы она не утонула и не перемешалась с чаем. Украсить этот напиток вы можете дробленым орехом, шоколадом или любой другой посыпкой. У меня веселенькая, разноцветная. Вот такой у нас получился веганский вариант и обычный. Ну что, давайте пробовать. Ну что, у нас с вами получился чай веганский и не веганский. Давайте попробуем оба. Кстати, интересный факт. Этот чай нужно пить под углом 45 градусов, чтобы верхняя часть шапочка смешивалась только с верхним слоем чая, но ни в коем случае не все полностью. Иначе эффект потеряется, ну как азиаты советуют. Так, но я пока не могу повертеть, потому что... Очень полная чашка. Ну, здрасте. Когда пьешь, захватываешь эту верхнюю часть и очень вкусно. Ну как чай со сливками, только более сырный вкус из-за того, что мы, собственно, и добавляли сыр. Как чизкейк жидкий. Извините, я не умею еще пить этот чай, не научилась. Так. Вкусно. Я пробую в первый раз. И теперь давайте попробуем вегетарианский, веганский вариант. Он у нас сбился чуть меньше, но все равно пенка держится и шапочка получилась. Она гораздо более плотная, наверное, из-за орехов. Не могу пока отпить чай. Здесь больше вкус ореховый. Мне этот вариант, кстати, нравится больше, потому что есть такой привкус кешью. Тоже сладко, тоже сливочно. И тут еще немножко привкус кокоса, потому что мы добавляли кокосовые сливки. Но это интересный опыт. Мне этот чай понравился. А какой из них понравился вам, напишите в комментариях. На внешний вид хотя бы. Идите в ногу со временем, питайтесь правильно и будьте в тренде вместе с Ромит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok